В Твери начала работу научно-практическая конференция «Розовая лента». Она посвящена выявлению и диагностике онкологических заболеваний. Проходит уже в восьмой раз в областной столице. Все подробности у Натальи Чекет. Злокачественное образование обнаруживается намного чаще у женщин, чем у мужчин. Однако, по общей статистике, онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения как в России, так и в Тверской области. Как отмечают специалисты, одним из факторов, который препятствует снижению смертности от раковых заболеваний, является их выявление на поздних стадиях. Вопросом ранней диагностики, чтобы у нас пациенты, во-первых, были заинтересованы, чтобы самостоятельно обращаться в учреждение. Во-вторых, наши специалисты, наши дектора, которые ежедневно контактируют с пациентом, приглашают людей на службу, чтобы они направляли людей на исследование. На площадке центра Аваева собрались врачи разных направлений, не имеющих специальных знаний по онкологии, но от действия которых зависит своевременная диагностика и грамотный подход к ведению пациентов. На конференции обсуждается способность и возможность повышения настороженности врачей как первичного звена, так и профильных специалистов к раннему обнаружению и профилактике онкопатологий. И вот эта лента розовая, которая, в моём понимании, если, может, я не в кровати, всё-таки я не в роли, я понимаю, что это штука такой светлой группы, которая должна разъединять всех, не только врачей, которые имеют высшее образование, это и медсёстры, это и молоденькие горы. Также в Твере и районах области планируется создать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, в том числе на базе центра Аваева. Мероприятие осуществляется по проекту совершенствования онкологической помощи, входящего в национальный проект здравоохранения. Открытие в 2020 году первого центра амбулаторной онкологической помощи на базе нашего учреждения, где речь пойдёт уже не только продуктивных органов, а о всей разнообразии онкологической патологии. В настоящее время в центре Аваева работает один маммограф. В 2018 году обследования прошли более 12 тысяч жительниц Верхневолжи, а до конца года планируется закупить полноформатную цифровую маммографическую установку. В учреждении уже отремонтировано помещение под новое оборудование.